Питание во время сушки. Необходимый перечень продуктов для бодибилдера. Здоровое питание в жиросжигании занимает половину успеха. Даже при интенсивных нагрузках невозможно гарантировать уменьшение массы тела без балансированного питательного рациона. Если хочешь иметь более выраженные и рельефные мышцы, тогда тебе необходимо знать, что есть во время сушки. Сушка тела – это симбиоз правильного питания и специальной программы жиросжигающих фитнес-тренировок. Занятие направлено на прорисовку отдельных групп мышц, истончение жировой прослойки и сохранение мышечного веса. Нарушая рацион, ты наносишь урон своему организму. В меню должно быть больше белковой пищи, способствующей сохранению мышечной массы и не вызывающей рост жировых запасов. Следующие правила помогут уменьшить вес и улучшить рельеф мускул. Потребность в белковой пище зависит от веса тела и объема мускул. Придерживаются сочетания белков, жиров и углеводов в соотношении 60-20-20. Составляя суточный рацион, исходя из расчета 3 грамма белка на 1 кг массы тела, 2 трети углеводов нужно заменить на протеины. Порция белков рассчитывается индивидуально для каждого бодибилдера, с учетом личных особенностей метаболических реакций вашего организма. Уменьшение объема потребляемых углеводов должно быть постепенным. Соблюдай диету одновременно с активацией жиросжигания. Набор необходимого количества белков происходит за счет спортивного питания. Для этой цели подходят соевые или сывороточные протеины. Данные вещества сохраняют мышечную массу при диете. Не используй после занятий гейнеры для набора веса. Старайся суточный объем углеводов получать с натуральными продуктами, то есть овощами и фруктами. Исключи из рациона зобные изделия. Макароны сладкое. Употребляй пищу часто и маленькими порциями. Благодаря этому лучше активизируется обмен веществ. Обращай внимание на гликемический индекс потребляемых продуктов. От него зависит скорость усваивания пищи, отложение жиров, качество получаемой энергии. Отдавай предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом. Кашам, фруктам, орехам. Длительность диеты вычисляется в индивидуальном порядке. С учетом особенностей твоего организма и намеченными целями. В среднем на диету уходит от 5 до 8 недель. Увеличай объем потребляемой в сутки воды. Ведь она также активизирует метаболические процессы. Принимай поливитаминные комплексы и клетчатку, чтобы обеспечить организм всеми нужными микроэлементами. Убери из меню синтетические продукты – соусы, кетчупы, майонез, сухарики и другое. В период сушки откажись от алкогольных напитков, так как алкоголь пересушивает слизистую оболочку ЖКТ. Во избежание разрушения мышц во время сна можешь ночью употреблять протеиновые коктейли. Сократи молочные продукты в рационе, оставь только нежирный творог. Правильное питание во время сушки требует уменьшения животных жиров, начиная с сыра и сливочного масла и заканчивая калорийным мясом и яичными белками. Но полностью отказываться от насыщенных жиров тоже не рекомендуется, так как это чревато снижением уровня тестостерона, ухудшением обмена веществ, истончением суставов и связок. Идеальный выбор для сушки – кокосовое масло в умеренных дозах. Из-за особой структуры организм почти не использует его в формировании жировых отложений. Допустимы легкие масла растительного происхождения – оливковое, горчичное, льняное, кукурузное. Подсолнечное масло лучше не употреблять. Одним из главных заблуждений сушки – необходимость в огромном количестве белка. Но чем больше белков получает организм, тем он хуже их использует. Целесообразнее потреблять белок по нижней границе – около 2-3 граммов белка на килограмм сухой массы. Таким образом, тело будет использовать протеин бережно. Причем в приоритете – белое мясо птицы, так как оно нежирное и сухое. Белковая пища. Яйца – лучший источник легкоусвояемого белка. Калорина с одного яйца – 80 калорий. Причем на белок приходится порядка 20 калорий. Желтки тоже можно есть, но лучше не переусердствовать с ними. До одного-двух желтков в день, так как они включают в основном жиры. Куриная грудка – продукт номер один. Практически у каждого спортсмена в ней минимум жиров, поэтому и калорийность намного меньше по сравнению с теми же окорочками. Рыба и морепродукты – тоже легкоусвояемый белок, источник который в разы быстрее переваривается, чем мясо. В рацион можно включать как нежирные виды рыб – ментай, тилапия и прочее, так и жирные виды – лосось, форель. В составе жирной рыбы есть незаменимые для питания омега-3 кислоты. Они также оказывают жиросжигающий эффект. Не стоит брать консервы с добавлением соли, сахара и масла. Избыток соли задерживает воду в организме, а масло и сахар – это источник бесполезных калорий. Единственное, можно употреблять консервированный тунец, но без масла. Низкокалорийный говядина – лучший источник креатина, необходимого для роста силы и мышечной массы. Однако, красное мясо долго переваривается, поэтому расщепление до аминокислот занимает достаточно длительное время. Поэтому выбирать для сушки нежирное мясо. Есть время, когда организму нужны быстрые белки. Это утром и после тренировки. Когда лучше скушать яичный белок, протеин, либо нежирную рыбу. Сывороточный протеин используется в сушке в качестве перекусов, особенно когда есть острая необходимость в белке, а под рукой ничего нет, кроме шоколадной плитки или булок. Творог для сушки лучше всего подходит с жирностью до 5%. Если сравнивать калорийность, то у обычного творога она равняется 18%, а у нежирного – 0%. Разница существенная. Творожный белок усваивается несколько дольше, чем яичный или сывороточный, однако быстрее, чем протеин, мясо или птицы. Творог с ягодами – прекрасный вариант завтрака, перекуса или ужина. Овсянка. Именно этот вид каши предпочителен, поскольку обыкновенные хлопья в быстром приготовлении имеют высокий гликемический индекс. Бурый рис с куриной грудкой – классическая еда для любого спортсмена. Не используя круглозерки клейкий рис. Бурый дольше переваривается в желудке, поэтому ты не скоро почувствуешь голод. Гречка. В ней намного больше витаминов и минералов, чем в рисе. А калорийность та же. Бобовые. Фасоль, чечевица, нут, горох – хороший источник растительного белка, который хорошо усваивается вместе с животным. Поэтому бобовые стоит выбирать в качестве гарнира – к мясу или курице. Однако, есть и неприятность. У некоторых фасоль и горох вызывают вздутие живота. Чтобы этого не случалось, в воду для замачивания добавь немного соли. Макароны из цельнозерновой муки имеют низкий гликемический индекс. Они не вызывают резкого выброса сахара в кровь. Варят эти макароны не менее 5-7 минут. С таким обедом забудешь про чувство голода. Свежие зеленые овощи во время сушки можно использовать в неограниченных количествах. Фрукты и ягоды лучше употреблять с утра, после ночного голода или перед тренировкой. В остальное время они просто уйдут про запас. Ведь сладкие фрукты и ягоды – это простые углеводы. Жирная рыба, о ней я уже упоминал выше, представляет собой комбинацию легкосвоевого белка и ценного жира. Такие сорта рыбы, как лосось и форель, просто незаменимы во время диеты. Готовь рыбный обед или ужин хотя бы 2 раза в неделю. Можно также употреблять рыбий жир в капсулах. Орехи, фундук, грецкий и миндаль. В составе содержат ценные жиры омега-6. Они очень полезны и очень калорийные. Но без них не видать отражения рельефного тела в зеркале. Растительные масла также являются источником жирных кислот омега-6 и омега-3. Оливковое, льняное, масло виноградной косточки. Подходит для заправки салатов. Как я уже ранее говорил, о подсолнечном масле лучше отказаться. Правильное питание для сушки – неотъемлемая часть образа жизни каждого спортсмена. Только с правильной диетой тебя ждет успех. Теперь ты знаешь, каким должно быть питание во время сушки. Я постарался привезти все самые полезные и необходимые продукты, которые позволят похудеть и набрать мышечную массу. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok